Экономическая оценка инвестиций. Лекция номер один. Экономическая сущность и классификация инвестиций. Вопросы для изучения. Первый. Инвестиции. Общие понятия и экономическая сущность. Второй. Классификация инвестиций. Третий. Инвестиционная деятельность. Сущность. Факторы, оказывающие влияние на инвестирование. Четвертый вопрос. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. И пятый вопрос. Инвестиционная политика. Для успешного развития любого предприятия, проекта, региона или целого государства необходимо привлечение инвестиций. Многие страны после создания благоприятного инвестиционного климата смогли существенно улучшить свои социально-экономические показатели и резко вырваться вперед. Разберем основные понятия курса. Понятие инвестиции. Это слово происходит от латинского слова «investire» – «облачать» или «вкладывать». Другими словами, это вложение капитала в объекты предпринимательской и иную деятельность с целью получения прибыли или достижения другого эффекта. Получение прибыли является движущим мотивом инвестиционной деятельности. В экономической литературе инвестиции рассматриваются как акт отказа от сииминутного потребления благ ради более полного удовлетворения потребностей в последующие годы посредством инвестирования средств в объекты предпринимательской деятельности. В статье 1 Федерального закона об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений от 25 февраля 1999 года, номер 39 ФСЗ, дается следующее определение понятию инвестиции. Итак, инвестиции это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и или иной деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного результата. Для понимания экономической природы инвестиций важно иметь в виду, что в их состав включается капитал в разнообразных формах. В состав инвестиций входят денежные средства в форме привлеченных средств, акций, например, заемных средств, собственных средств, а также в форме конкретных материально-вещественных элементов, например, в форме сооружений, зданий, оборудования, интеллектуальных ценностей, имущественных прав, вносимых участниками инвестиционного процесса для создания объекта предпринимательской деятельности. В любом случае инвестиции приобретают стоимостную характеристь. Таким образом, сущность инвестиций заключается в сочетании двух аспектов инвестиционного процесса. Первый – затраты капитала. И второй – результат. Соизмерение этих элементов лежит в основе теории экономической оценки инвестиций. Инвестиции осуществляются с целью получения определенного результата, а именно прибыли, и становятся бесполезными, если данного результата не приносят. Следовательно, вкладываемые средства для получения эффекта – это и есть инвестиции. Процесс же вложения этих средств называют инвестированием. Итак, следующее понятие нашего курса «Инвестиционная деятельность». Инвестиционная деятельность, согласно Федеральному закону номер 39, это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и или достижения иного полезного эффекта. Другими словами, инвестирование – это вложение капитала в целях его увеличения. Следующее понятие «Инвестиционный рынок». Инвестиционная деятельность неразрывно связана с функционированием инвестиционного рынка, который характеризуется конъюнктурой, соотношением спроса и предложения, уровнем конкурентоспособности эмитентов, степенью волатильности цен на активы, совокупностью операционных и системных рисков и рядом других факторов. Инвестиционный рынок тесно связан с другими рынками экономической системы и осуществляет свои функции под определенным воздействием широкого спектра инструментов и форм государственного регулирования. По мнению современных экономистов, инвестиционный рынок развивается циклично, последовательно, проходя фазы подъема, ослабления и стагнации. Состояние рынка, отражаемое индексом, изменяется под влиянием рядом акроэкономических факторов. Поэтому инвесторам необходимо правильно оценивать текущее состояние инвестиционного рынка и уметь прогнозировать развитие возникших на рынке тенденций с целью ведения эффективной и экономически целесообразной инвестиционной деятельности. Понятно, что от качества прогнозов зависит правильность выбора объекта инвестирования и суммы вложений, а значит и будущая прибыль. Инвестиционный рынок является чрезвычайно сложной, организованной системой, в которой обращаются многообразные товары и инструменты, обеспечивающие инвестиционный спрос всех видов инвесторов. Инвестиционный рынок обслуживается специальными инвестиционными институтами, располагает довольно разределенной инфраструктурой. С учетом изложенного представляется обоснованным следующее определение инвестиционного рынка. Инвестиционный рынок представляет собой сложно организованную систему, функционирующую на принципах свободной конкуренции и партнерского взаимодействия, в которой объектами покупки и продажи выступают инвестиционные товары, продукты, а также услуги, обеспечивающие процесс реального и финансового инвестирования. Структура инвестиционного рынка Инвестиционный рынок – это совокупность отдельных рынков, таких как рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций. Начнем с первого. Рынок объектов реального инвестирования. В экономической науке его знают как рынок материальных и вещественных инвестиционных объектов. Он состоит из трех отдельных элементов. Первый – рынок недвижимости. Объектами, торгующимися на данном рынке, являются здания, жилые и нежилые помещения, промышленные объекты, земельные участки, объекты незавершенного строительства. Для многих инвесторов именно объекты недвижимости становятся основным инструментом для приумножения денежных средств. Следующий рынок – рынок капитальных вложений. Под такими инвестициями принято понимать расходы, связанные с развитием материально-технической базы предприятия. В качестве примеров конкретных объектов подобных вложений можно привести строительство зданий и сооружений, переоснащение, модернизацию основных производственных средств и оборудований и т.д. Третьим является рынок прочих объектов реального инвестирования. В эту категорию попадают предметы искусства, скульптуры, картины, антикварные вещи, ювелирные украшения, драгоценные металлы и крыль. Рынок объектов финансового инвестирования состоит из двух самостоятельных элементов – это фондовый рынок и денежный рынок. Фондовый рынок или рынок ценных бумаг имеем дело с говорящим названием. В данной сфере осуществляются операции покупли-продажи ценных бумаг всех существующих видов. На фондовой бирже ведется торговля такими финансовыми инвестиционными инструментами, как акции, облигации, опционы и фьючерсные контракты. Денежный рынок представляет собой систему взаимоотношений, касающихся покупки и продажи денег или капиталов. Именно на денежном рынке представлены финансовые вложения, валютные операции, банковские кредиты и депозиты. Рынок объектов инновационных инвестиций состоит из двух отдельных сегментов. На данном рынке осуществляется вложение денег в нематериальные ресурсы, которые напрямую связаны с научной, исследовательской и инновационной деятельностью. Первым элементом считается рынок интеллектуальных инвестиций. В данной сфере инвесторы занимаются вложением денежных средств и других капиталов в разнообразные нематериальные активы. На данном рынке ведется торговля такими инструментами, как патенты, лицензии, товарные знаки, торговые марки и т.д. На рынке научно-технических инноваций осуществляется инвестирование денежных средств в научные открытия, научно-технические проекты, рационализаторство и новые технологии. В заключении можно сказать, что инвестиционный рынок состоит из многочисленных элементов, которые все вместе формируют единое торговое пространство. Продолжение следует...